МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект очень серьезный, и проект называется «Сам старшее поколение». Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». Мы не можем уже не пойти к Роскоберезке. Добрая традиция детского сада «Лесная сказка». А теперь об этих и других событиях подробнее. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверяют выполнение поручений президента по увековечиванию имен погибших в годы Великой Отечественной войны. В ходе ревизии оценивается состояние памятников, их регистрация, межевание мест захоронения, выделяются ли финансирования и есть ли брошенные монументы. С 18 мая по 11 июня бойцы спецподразделений области проходят квалификационные испытания. В Росгвардии сохраняется традиция на право ношения беретов, крапового для спецподразделений, тёмно-зелёного для разведчиков. В прошлом году в области из 72 кандидатов краповые береты получили 29 бойцов. На плановом оперативном совещании глава администрации Вячеслав Сидунков подвёл итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. На минувшей неделе Вячеслав Владимирович принял участие в работе форума, который проходил в Мурманске. В рамках форума также было проведено совещание, заседание Фонда поддержки территорий расположения атомных станций нашего фонда, который я возглавляю с недавних пор, на котором обсуждались вопросы участия наших атомных муниципалитетов в социальных проектах. Также участники форума обсудили лучшие муниципальные практики. В Десногорске продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Уже проведены гидравлические испытания в коммунально-складской зоне и в седьмом микрорайоне. Сейчас эти работы проходят в первом микрорайоне города, так что возможны отключения горячей воды. С 25 по 27 мая будет проходить обучение по охране труда. Предварительные заявки принимает отдел социальной защиты. Диспансеризация населения Десногорска идёт по плану. 22 мая в городском центре досуга состоится сельскохозяйственная ярмарка для жителей города. Также в мае пройдёт ещё одна ярмарка, которую готовит Союз предпринимателей Севастополя. Сейчас уточняется её место проведения. С 26 по 29 мая наш город посетит делегация из венгерского гирьена. Команда второй школы приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». И ещё 25 работ наших детей направлены на всероссийский конкурс «Дядя Стёпа – милиционер». Напомним, что это было последнее совещание, которое Вячеслав Владимирович провёл в должности главы администрации. Блок криминальных новостей. За первый месяц проведения профилактического мероприятия «Путина» выявлено более 200 фактов незаконного вылова рыбы. Составлено 194 протокола об административных правонарушениях. Возбуждено 10 уголовных дел. Изъято более 4 километров сетей, 19 плавсредств, около 300 килограммов рыбы. Мероприятие «Путина» продлится до 10 июня. В связи с резко возросшим количеством ДТП с мотоциклистами с 16 по 31 мая проводится профилактическая операция, направленная на снижение аварийности с участием мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает мотоциклистам о соблюдении безопасной скорости и дистанции между транспортными средствами, а также об использовании обязательного атрибута мотоциклиста-шлема. На территории Смоленской области за текущий период 2016 года произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. 14 людей, в которых пострадали. Уважаемые десногорцы, соблюдайте правила дорожного движения. При движении на мотоциклах, мопедах и скутерах используйте мотошлем. О криминальной обстановке в нашем городе за минувшую неделю и выходные расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 121 сообщение и заявление. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями и одно дорожно-транспортное происшествие с телесными повреждениями. Выявлено 150 административных правонарушений. В том числе нарушение правил дорожного движения 129. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано двое водителей. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 19 человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники полиции установили, что местный житель 1993 года рождения причастен еще к пяти аналогичным фактам хищения кабеля, который он совершал совместно со своим знакомым, жителем города Рославль, 1992 года рождения, который занимался прокладкой телефонного кабеля. Всего данными гражданами было повреждено и похищено более 750 метров кабеля. Что вы делали с краденом? Кабеля обжигали и сдавали на медь. Что потом делали с деньгами? Деньги тратили на свои нужды. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Подготовка к проведению основного этапа единого госэкзамена выходит на финишную прямую. 24 мая в школах Десногорска для выпускников прозвучат последние звонки. А 26-го уже первый экзамен для девятиклассников. 19 мая отмечается День пионерии. В 2016 году пионерская организация исполняется 94 года. 19 мая 1922 года состоялся очередной съезд комсомола, участники которого решили создать пионерские отряды, чтобы прививать детям коллективизм, дружбу, умение оказывать безвозмездную помощь и жить в обществе. У пионеров были свои законы и свой устав. В рамках социального проекта «Старшее поколение» в Десногорске стартовал творческий конкурс для школьников 6-11 классов. О целях и задачах его проведения в нашем следующем сюжете. Конкурс называется «Слава Созидателям», организован Общественным советом госкорпорации «Росатом», Смоленской атомной электростанцией и администрацией города. Проект представляет собой творческий конкурс, видеоинтервью ветерана отрасли, предприятия города, любой организации или учреждения. Для участия приглашаются школьники с 6-го по 11-й класс. Любой подросток может выложить свою работу на сайт проекта и побороться за призовые места. Цель этого проекта – сохранить историю нашего города, городообразующего предприятия и всех организаций, в среде которых мы живем. Приобщить молодежь к традициям и ценностям поколения Созидателей Общества. Этот проект дает возможность углубиться не только в историю отдельно взятого человека, но и в историю нашего города. Я думаю, что потомки обязательно должны знать, кто был первым строителем, кто был первым атомщиком, кто был первым учителем или первым врачом в нашем городе. И вот эта связь поколений позволит не только любить больше город, но и позволит потом сделать свой город лучше. Победители конкурса получат путевку в Артек или Орленок. А сейчас новости спорта. 13 мая в Сочи прошла финальная игра 5-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Смоленские хоккеисты-любители стали лучшими, обыграв пермских со счетом 3-2. От имени всех смолян победителей поздравил вице-губернатор Николай Кузнецов. Каждый год в детском саду «Лесная сказка» ребята из подготовительных групп ходят в гости к русской березе. В этом году на праздник в гости к ребятам пришли ветераны Великой Отечественной войны и настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей Виталий Сладков. Я хочу пожелать, чтобы вы на самом деле всегда были добрыми, чтобы отзывались на просьбу о помощи, чтобы вы всегда помогали тем людям, которые рядышком, особенно старшим. Береза – символ красоты русской природы. О ней сложно много стихов, песен, сказок, но руси всегда любили белоствольную красавицу. В своих танцах и хороводах ребята постарались передать свое восхищение ею. В мероприятии принимали участие ребята, которые на следующий год будут школьниками. Таким образом, воспитатели хотят привить им уважение и любовь к родине, к родной природе и чувство гордости за отчизну. Привить детям доброту, милосердие, любовь друг к другу. Я думаю, что в дальнейшем вера будет присутствовать во всех людях. Завершился праздник традиционными русскими пирогами и сладкими сюрпризами от отца Виталия. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин